я был детективом ой 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 господа приветствую вас на моем канале телекоплей и наташа мы с вами продолжаем играть в игру которая называется за и солтает hotel а это киноигра где мы должны спасти свою дочку от непонятной секты я до сих пор еще не поняла что за хрень не творят но будем разбираться сегодня вместе с вами так что усаживайтесь поудобнее берите попкорн а мы продолжаем прошлой серии мы решили сам помочь джоршу или джордан ну короче как ты вы там звали с его речью я сформировал петицию заменил слова сессия вы уверены что детство из любви к языку джордан я не это имел ввиду но я я здесь представляю пасву таких как этот человек который подписал нашу петицию и считает важным что одно слово я не помню когда мы встречались сотрудники и вешалки наставники или не прошедшие тестирование в острые приливов или церему на церемонии за исключением случаях когда новая пасва проходит входное тестирование эрго что позволяет ему или ей поставить все правила установленные а получить если он пройдет вы запыли упомянуть что не были приглашены однако если вы сделать это для меня я окажу вам услугу да я помню мне нужна элеонор мало он элеонор понял понял помогите мне с этим а я помогу вам думайте какая не окей хорошо я могу быть фанатиком сейчас подожди я активирую свои начнем да конечно я готов начать тест ой левая рука рады приветствовать вас будет тест от фанатиков первый вопрос вы боитесь умереть не совсем не совсем кем был основан прилив доктор анистон доктор анистон чувак выдохнул основатель прилива и искатель сути я говорил токи на днях о том что самое важное в приливе она считает что это костюмы что вы скажете я считаю паства паства это сказал я это люди сколько членов присутствовали на первом приливе хватит меня топить ты сучка 6 9 бляха я не знаю 9 неверно их было 6 я считаю что вопрос слишком сложен для новичка если бы могли испытать все что может предложить этот мир но в теле другого человека вы бы согласились да без вопросов вообще пофиг да без вопросов какая слепая амбиция достойно одобрения но здесь мы стимулируем на большее собственные мысли на каждой сессии мы устраняем все что мешает амбиции оставляя лишь немного того кем вы были раньше а то что остается было вас всегда наша истинная цель значение жизни да да но он прошел наше новое паства эрго вы выслушайте мое обращение на этой сессии вы больше не можете делать обращение Джорда Хэмлок по причине того что паса может делать только одно обращение за время сессии а мы уже выслушали ваше обращение от имени вашей жены невыносимо которое было отклонено что ж тогда обращение запрошу я ваше право номер 56 о мне даже номер уже дали я и понравился этой мужикоподобной бабе вам все равно понадобятся подписи 68,8 от общего числа всей пасвы те службы по вопросам правил должны быть подписаны нотариусом до начала торжества а оно будет уже сегодня удачи какие они мерзкие я не могу но я их впечатлил да я шо они говорили про вашу жену милейшая женщина постоянно возмущается на идее золотой самородок так она начнет жаловаться что серебро подходит ей больше тем не менее она мне досаждает они не разрешили ей присоединиться что она сделала ничего в том то и дело я готов на все чтобы быть с ней даже чтобы доказать что они не всегда правы да эрго помогите мне с этим и я найду Элеонард Малаун для вас ммм отнесите это к нотариусу и подпишите он хитрый малый а времени у нас немало где я могу найти его я собираюсь сделать революцию я не привык к визитам взгляните на карту за стойкой регистрации а я поставлю остальные необходимые подписи вам на это хватит времени? это не слишком интересное предложение вы натаскнули меня на мысль приходите ко мне в бар когда закончите ну ладно нормально пойдет ну и херота конечно вообще не пойми что происходит здесь объединились с этим ну я надеюсь я спасу свою дочь а иначе беда так проверить стойку регистрации он сказал на стойке регистрации будет карта с меня спалят проверить ключи от номера проверить ящик забытых вещей давай проверим ящик забытых вещей может быть там лежит карта опа часы это наверное часы моей дочки ничего да интересного яблочко ходит шарик мне нравится как он думает у него мыслительный процесс в голове проверить книгу постояльцев блин меня так спалят мне кажется а мы можем узнать имя вот это вот дианы ну-ка подожди так мисс палкрит джорджиан хэмлок консьерж полфур хард рози джи джи а диета ди моей дочери нигде не указано да ясно ты забрал список и не думаю что стоит тут долго ладно давайте уже проверим все ну вроде бы никто нас отсюда в шею не гонит если что скажем мы искали карту но не нашли ее выбрать номер один записка выбрать номер двенадцать выбрать номер двадцать а что за записка давай прочитаем записку привет пол слышала о бананах рада присниться приходи ко мне комнат 29 короче они все какие-то озабоченные а у меня директива осталась ее можно как-то листать записка выбрать номер один выбрать номер а я поняла мы типа можем посмотреть какой был свободный номер блин а я не знаю я не помню какой был свободный номер я наверное сейчас перемотаю посмотрю потому что надо взять комнату где нет постояльцев такс я посмотрела значит 4 и 15 номер а все остальные номера заняты тогда может быть нет ладно пошлите на коридор первого этажа я не знаю зачем мне ключи кому-то вламываться в хату я точно не хочу потому что мне кажется это не есть хорошо блин он такой конечно важный номер один проверить карту вот проверить карту доктор листон мистер паркс ресепшионист а может быть к ресепшионисту зайти в четвертую комнату давайте рискнем взять ключ от четвертой комнаты реально только нам надо будет его конечно вернуть интересно конечно все происходит хочется какого-то движа а тут пока что чисто так знаешь монотоненько все пора бы уже начинать какую-то хероту чтоб тут начала происходить но я так думаю что это вечером начнется в этом отеле давайте берем четвертый номер один так номер один номер двенадцать номер двадцать давай выберем номер один я могу взять хоть все да давай возьму все беру все ключи а такое ощущение что тут что все выломано ну с с так посмотреть ничего прям супер такого где пленки как они просто не откроются он точно как-то открывается ну наверное надо решить головоломку изучить шкаф для хранения документов давай я боюсь что меня сейчас спалят мне кажется если меня спалят меня отсюда выгонят так искать сверху слева внизу не знаю какая разница есть что а зашибись повезло вот это повезло но мне нужно три таких штучки найти куча бумажек каких-то есть еще одна зашибись нужна еще одна хорошо давай одна в книжке сто процентов потому что книжка такая видишь жирная давай 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 рудники быстрее надо это делать я бы быстрее бы все это делала без вдыхания надо класть именно так как оно лежало чтоб никто не заподозрил давай записная книжка посмотрим там наверняка есть какая-то подсказка как это все делается в этой записной книжке вообще кринж какие-то непонятные каракули знаешь ничего да окей так давай тогда книга головоломка лихо бьюти 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 линжер это типа злость и чеченч это менять его можно как-то перевернуть положить в красоту слушай мне кажется это Это, наверное, гнев. Нет, это, наверное, изменения. Я не знаю, как это класть. Вот это, это, наверное, красота. А вот это гнев. Но я не знаю. Если честно. Открылась? Да ладно! Я что, прошла тест психов? Мелисса, Энисон, персональный, Джордан. Так, нам нужно про Ди послушать, чтобы мы вспомнили ее имя. Она хотела, чтобы мы знали ее имя. Ди. И что, я буду каждую кассету сейчас слушать? Так, она сама этого не хочет. Боль того, на этом вечере она ведет себя подозрительно. Менее эгоцентрично. Я думаю, что это вызвано предстоящим конкурсом. Но я не знаю, что у нее на уме. Я провела расследование, узнать настоящее имя Ди не составило труда. Я знала, что она прибыла в 69-м, получила допуск к архиву, записи и... Теперь я не уверена. Это может быть полезно для ее выздоровления, но такое подавление обойдется без последствий. Возможно, даже насильственного характера. Я пока подумаю над этим. Комнатной записи. Будем еще кого-то слушать. Мелисса, доктор Анистон, персональные. Давайте персональные заметки. Мы, наверное, должны на этих кассетах что-то найти. Перешел профессиональной границей. Я не видела, но это Элеонор Мэлло. Он явно несовершеннолетняя. Это про мою дочь. Меня заверили, что правила не будут нарушены. Кто знает, какой психологический ущерб может быть нанесен столь юному сознанию. Что ж, я ухожу. Он ничего не подозревает, да и я не должна подозревать, пока это не станет достоянием общественности. Дальнейшие наблюдения были бы полезны, но исследования, которые я уже провела, могут побочь тысячам людей. Первые несколько глав хранят в моем прикроватном шкафчике. После этой сессии я их опубликую. Там, куда я направляюсь, мне найдет даже Анистон. Ну, короче, вот эта тетка ушла, получается, да? Из вот этой секты. Так, доктор Анистон, ну давай. Ну, мне, видимо, придется всех послушать. Так, доктор Анистон. Так, доктор Анистон. Мелисса. Что это такая? Она не проявляет никаких признаков типичного поведения и проявлений ясного мышления. Кроме того, я начала искать упоминания Мелиссе во внешних источниках. Их нет. Ни трудовых книжек, ни аккаунтов в социальных сетях, ни даже налоговых платежей. Как будто она возникла из ниоткуда. Я доверяю доктор Анистон, но что-то тут не так. Может быть, Мелисса это Ди, вот это вот. Так, и нам осталось послушать Джордана. Можем отсюда валить. Прям как детектив, знаешь, везде свой нос засунули в сумму любви. Прощен за то, что принял это как борьбу за гендерную идентификацию. Не хочу утверждать, что такая борьба не имеет места, просто посмотрите на Джорджа. Напротив, по моим наблюдениям, дело Джордана гораздо глубже. Очень удачная попытка постановки шекспировской трагедии. Я считаю, что следующий шаг это консультирование по вопросам тяжелой утраты. Ну ладно. Послушали кассетки. Ты прикрыть не хочешь, как было? Ошибка. Номер один мы сходили, номер семь, номер десять. Коридор второго этажа, да, у нас, по-моему, у нас двенадцатый и двадцатый. Ди. Короткое объявление, дамы и господа. И все остальные. Ди снова участвует в конкурсе. Но будет дисквалифицирован, если сможешь назвать судем свое полное имя. Удачи, шестьдесят девять. Нам нужно найти ее имя. Давайте посмотрим на кровати. Она прям пытается быть красивой. Пытает всякие журналы. Ну блин, мне кажется, Ди это сокращенно какая-нибудь Диана. Ну и что? Тут ничего нету. Ты долго будешь ходить вокруг да около? Возьми уже что-нибудь. Стол красоты. Давай посмотрим. Тут написано Beauty in the Ambillion. Так, красота это что-то там, но не игрушка. Ничего здесь не вижу, кроме вот этой записки. Он ее тоже как бы увидел, он ее прочитал. А как посмотреть, какие у меня есть ключи, а каких ключей у меня нет? Гардероб. Давай, мы должны найти, как ее зовут, помочь ей. У нее где-то есть какая-нибудь шкатулочка с надписью. О! Ди. А, но она пытается вспомнить свое имя. Братан, ты не хочешь потыкать там поближе посмотреть? Ди. Ясно. Ясно, понятно. Двадцатый номер. А я могу посмотреть, какие у меня есть? Номер двадцать. Ну, номер двадцать. А, комната записи. О, это как раз та комната, которая нам нужна. Может быть, мы сейчас тут найдем? Проблемся на жопу. Первая серия повеселее. О, дед. Ля. Веселый дед. Бесполезно. Ты просто плохо ищешь. Вот у тебя записка. Почему ты ее не можешь прочитать? Пожалуйста, обязательно оцифруйте запросы на регистрацию. Вот что мне нужно. Оцифровать. Ты так шумишь, братан. Тебя сейчас так найдут. Милая шляпа. Ну давай, включай этот компьютер, который сейчас должен, типа, издавать звуки древности просто. Охрененный компьютер. Вести пароль. Забыл пароль. Я заставляю тебя плакать, не ранее твоих чувств. Я не заставляю тебя плакать, не ранее твоих чувств. И бываю трех цветов. Но милее всего я в белом. У меня толстая кожа, под которой много слоев. Лук, что ли? Ну да, лук. Вести пароль. Это лук. Дед любил лук. Книга учета регистрации. Смотрим. Ведите команду. Ёпта мать. Ну давай 1936 год. Эмили Монго. Так. Доктор Анистон, Джош Энистон, Эмили Монро, Дэби Фишер, Грэй Стопсон. Так. Частная конфиденциальная. Выбейте нужную кнопку для получения доступа. Я что, знаю что ли? Профессиональные отчеты. Давайте. Сегодня тот самый день. Все готово. Перестал пытаться говорить людям. Меня не беспокоит. Последи 13 сорта. Я думаю, что белый будет очень сладким. Красный Рахал, Желтый Яна, Белый Изабелла. Так. Суть. Большое жюри прав... А! Большое жюри плавность, праворука правосудия, сообщество, любовь, удовольствие, персональное заключение. Окей. Так. Частная и кондитофициальная. Давайте теперь мир. Неправильно? Блин, ну это сложно. Башня. И все? Ломали компьютер. Ничего не понятно, но очень интересно. Дед любил свой сраный лук. Да уж. Так, номер 16, по-моему, у нас был ключ. Но я не уверена. Это типа Джордж, вот этого вот чувака. Все такие странные. Проверить кровать. Я был детективом. Ой. 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 Ой, только не говори. Ох. Ой. Мы нашли с вами жмурико. О, итак, что вы думаете? Это скучно, я знаю, но мне кажется, что коричневый мне идет. Постараюсь повеселиться на этой сессии. С красным ты мне больше нравилась. Офигеть, мы нашли... Так, двенадцатый номер. Были шестнадцатый, давайте двадцать первый. Нотарий. А, вот это нотариус. Нотарий написано. Значит, это нотариус. Ходи, говори, я не могу ждать всю сессию. Я хотел спросить, не могли бы вы подписать? А, я слышал, что ты можешь прийти. Похоже на то, что мне есть время подписывать. Это нужно для слушания. Какой мне смысл менять правила, когда они и так слишком сложны для исполнения? Это вопрос всего одного слова. Одно слово говоришь. А что произойдет, когда мистер Джордан Хэммлок заменит упомянутое слово? Так, он поменяет правила, тем самым автоматически стать членом большого жюри. Большой жюри. И потом, кто знает, что еще он захочет поменять? Знаете ли вы, сколько времени уходит на перерасчет и налоговый вычет и соблюдение правил нашей пасовой? Не говоря уже о формах П-45, так что нет, извините. Мне нужно отправить файлы, выставить штрафы. И самая главная очередь хорошего дня. А могу я вам как-то помочь? А я могу вам помочь? Вы сказали, что вам нужно выписать штрафы. Может быть, я мог бы это сделать? Сэкономив для вас время. Возможно, это бы как раз хватило, чтобы поставить подпись для меня. Очень хорошо. Раздайте это, а я проштампую. И помните, что читать чужую почту – это нарушение. Ну, видишь как? Упа. Ладно. Понял, и справлюсь. Но не заставляйте меня переставать играть. В играх можешь делать все то же самое, но без риска сыграть в ящик. Ничего не понятно, но очень интересно. Я теперь раздаю какие-то повесточки. Здрасте. Уверен, что знаешь, что это. Это проблема. Я не могу перестать делать ставки. Это дает такие эмоции, когда одно вращение деляет тебя от всего. Но ты никогда не выигрываешь. Наверное, для этого я и создан. Чувствовать одно и то же. Быть так близко к тому, чтобы обладать всем. Но так никогда туда не добраться. Думаю, теперь они сожалеют об этом. Фортуна всегда против меня. Я думал, что попав сюда, это закончится. Но не вышло. Но когда я вижу, как крутится колесо... Я же никому не сделал плохо. Ну, себе только, братан. Тебе. Да. Да, я ни на что не годен. Я игроман. А это что, такая же пустышка, как и мой счет в банке. Но эти деньги можно было бы использовать для чего-то большего, чем просто пускать на игровые аппараты. Я сделаю это. Не для себя, но для сути. Спасибо. Только сегодня я не буду играть. Да, такие странные здесь, конечно, обитатели отеля. Очень, очень. Где я поцарапала себе коленку? А, это сам знаю. Так, Джордан Хемлок. А так это же наш друг. А, так мы у него уже были. У него тут труп. Это он, получается, свою жену убил, да? Ну, выходит, что так. Но вряд ли она своей смертью от этогоалась. Ну, ты положи, короче, и все. Проверить стол. Письма, проверить печатную машинку, проверить ящик. Ну, давай, че, труп уже видели. Письма такие маленькие, миленькие. Малыши приятные. Ну, все, мы сделали свое дело. Пойдем отсюда. Его здесь нету. Труп не трогаем. Не трогай труп, пусть лежит. Не надо. Это не твоих рук дело. Все, мы все раздали. Поехали. Скажем, я все сделал, подписывай. Здрасте. Я раздал все. Че? Пришлось срочно уйти, большой жюри. Вы, наверное, уже все раздали, поэтому я оставил вам печать. Но предупреждаю, что это все помянет. Поменяет. Мне вообще пофиг. Спасибо. Что там написано? Уважаемый мистер нотариус, я пишу вам с просьбой отклонить запрос на приглашение от моего мужа. Мой доктор сообщил мне, что вы делали запросы. Я требую вас уважать врачебную тайну. Касательно моего смертного диагноза. Будь у него выбор, Джон настаивал бы на том, что продолжала бороться. Но, будучи сна, я устала. Не знаю, как вы все это делаете. С уважением, ваша мисс Хэмлок. Эва, ну как? Ну, окей. Ну, какие-то такие бытовые, что у нас проблемы были. Пока движухи-то нету. Но ничего. Давайте тогда на этой нотке с вами закончим. И в следующей серии тогда продолжим. Или что? Ну, наверное, да. И что делать? В общем, такая вторая серия получилась. Я все жду движа. Думаю, что и вы тоже. Но я также думаю, что игру, наверное, мы с вами закончим. Потому что интересно, чем она все-таки кончится. И что там будет дальше. Потому что, мне кажется, игра сейчас скоро разгонится. Просто, видишь, тебя погружает, чтобы ты начал понимать суть того, что здесь творится. В общем, увидимся. Пока.